Аячана Сутта. О просьбе Брахма. Санью Таникая, 6.1. Как я слышал, однажды, когда Благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара у подножья пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль — Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворённа, чиста, лежит за пределами всех суждений, утончённа и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлечённых лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть — растворение всех порождений ума, отказ от всех обретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же стану я наставлять хамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, тхамма сия, слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы покровом, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных дхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мыслей благословенного, помыслил, горе этому миру, ум татхагаты, раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению дхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О повелитель, изволь же учить дхамме, пусть татхагата учит дхамме, в этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять дхамму, однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил дхамме. В прошлом явилась среди магатхийцев нечистая дхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают дхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец дхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением, воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру, учи же дхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет. И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, А некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный, мир озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, Тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампати, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным, и, обойдя его справа налево, тут же исчез. Комментарии к сути. На берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева баньян, пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Санью Таникая. 15.3. Слезы. Савадхи. Благословенный сказал, с безначальных времен происходит перерождение, начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Великолепно, монахи, превосходно. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше, слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Гелана Сута. Болен. Сам Ютаникая 55-54. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьев в Капилаватху в парке Негротхе. И тогда группа монахов изготавливала одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенная отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал. Группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенная отправится в странствие. И тогда Маханама из клана Сакьев отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, господин, я слышал, что группа Пхикху изготавливает одеяние для благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, благословенная отправится в странствие. Но я не услышал и не узнал в присутствии самого благословенного о том, как мудрого мирянина, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставлять другой мудрый мирянин. Маханама мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставляться другим мудрым мирянином этими четырьмя утешениями. Пусть почтенные успокоятся. Ты обладаешь подтвержденной верой в Буду. В самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Пусть почтенные успокоятся. Ты обладаешь подтвержденной верой в Тхам, Тхама превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Пусть почтенные успокоятся. Ты обладаешь подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Пусть почтенные успокоятся. Ты наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. После того, как мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, получил наставление от другого мудрого мирянина этими четырьмя утешениями, его следует спросить, волнуешься ли ты о своем отце или матери? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своем отце или матери, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своем отце или матери. Если он скажет «Я отбросил свое волнение о своем отце или матери», то его следует спросить, волнуешься ли ты о своей жене и детях? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасные и возвышенные, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет, мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасны и возвышенны, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимсы, то ему следует сказать, куда более прекрасный и возвышенный, нежели дэвы Таватимса, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы Немонарати, дэвы Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэвы Паранимитавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов Паранимитавасавати и настройся на мир Брахмы. Если он скажет «Мой ум отведен от Дэва в Параниметавасавате и настроен на мир Брахмы», то ему следует сказать «Даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. Если он скажет «Мой ум отведен от мира Брахмы», я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим. Набхасикха сутта, на ногти. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, Великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижения Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг Суддхамы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождениям. Пакхарани Судда, Прут. СН 13.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в 50 йоджан, один, длиной, 50 йоджан шириной и 50 йоджан глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Один, Яджана составляет примерно 10 километров. Под Хаммасом Пхеджи Сута, вода вместе слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравти, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды вместе слияния этих великих рек? Учитель, воды вместе слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Самбхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 2. СН 13.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше. Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхама Махапатха Висутта, Великая Земля 1. СН 13.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, великой земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Тхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Тхаммы. Дутио Махапатха Висутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной и юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше. Семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом океане? Учитель, воды в Великом океане больше. Извлеченные две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиома Хасамудда Сутта, Великий океан 2. СН 13.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхамата Батупа Масута, гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Памбатупа Масута, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималайев, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималайев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималайев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималайев, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Памбатупа Масута, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с буб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников-приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы.